Итак, первая стадия деградации такова, что женщина обретает женские недостатки, они у неё сильно выражены. Это какие женские недостатки? Это обидчивость, ранимость, капризность, сильная чувствительность, сильная болезненность, ленивость, безответственность, истеричность, пассивность, слабоболие, отгороженность от людей, непереносимость других людей и так далее. Это первая стадия деградации женщины, женские недостатки. У мужчины первая стадия деградации — это гневливость, упрямство, прямолинейность, хамство, грубость, жёсткий стиль внутренний, неумение отдыхать, снимать напряжение. Вот такой образ рисовался. Ну, то есть, жёсткий стиль такой жизни у мужчины. То есть, он такой жёсткий человек сам. Это уже признак деградации. Мужчин не должен быть жёстким, он должен быть твёрдым, рабрым, сильным, но спокойным, уродновешенным, отзывчивым, заботливым и так далее. Смеленным человеком должен быть, но одновременно волевым. Такой характер мужчин должен. В результате того, что люди живут неправильно, мужчина, который имеет мужские недостатки на первом уровне и не работает над собой, в следующей жизни рождается женщиной. Потому что мужчина всегда тянется к женщине, и к чему бы человек ни тянулся, он тем, кто и получает в следующей жизни. Мужчина, мечтая о женщине, он становится женщиной в следующей жизни. Но женщины с мужскими недостатками. Если человек в этой жизни не победил себя, то в следующей жизни становится сложнее. Потому что он рождается женщиной, а недостатки характера-то не поменялись. Он рождается женщиной с мужскими недостатками характера. А именно, женщина какая становится на втором уровне. А женщина, соответственно, рождается мужчиной с женскими недостатками характера. Это уже второй уровень деградации. Идет по второму поколению. И что это за деградация такая? Женщина становится грубой, ее тянет работать, домой не тянет. Она становится непреклонной, жесткий стиль, краброй, безбашенный. Вот. Напряженная очень, не может расслабиться. Не начинают сильные расстройства, женские половые функции, потому что женщина с мужскими недостатками уже сразу имеет гормональное расстройство в определении. Ей очень тяжело иметь нормальное гормональное здоровье женское. Она пытается быть социально независимой, не может подчиняться мужчине, хочет доминировать в отношениях. Обычно у женщины сильное желание такого личного счастья, комфорта. Но у женщины на второй стадии у нее сильное желание, именно мужской мужчина, он стремится к сексу сильным. Это его естественные недостатки. А на второй стадии женщина начинает стремиться сильно к сексу. Она хочет половых отношений больше, даже, чем муж. Вот. То есть, такой жесткий стиль в отношениях, независимость внутренней, желание сильного развития социального, нежелания, семьи, дома там. То есть, оторванность от этой идеи. На втором месте вот такой женщины-семья. На первом месте развитие социальное. Мужчина на втором уровне недостатков. Ленивый. Обидчивый. Ранимый очень. Хочет сидеть дома больше, работать не хочет. Вот. Ему нравятся женские дела. Ну, вернее, даже не сильно нравится. Ему просто нравится быть дома. Нравятся тонкие наслаждения. Он любит себя украшать как-то там и так далее. Ну, то есть, вот такая картинка. Увидели. И третий уровень деградации, слава Богу, в нашей стране еще не сильно был. Но в других странах уже пошла волна. Потому что на третьем уровне деградации человек возвращается назад к своему полу. Но уже немножко не так. Ну, то есть, допустим, женщина, если имеет мужские недостатки, черты характера, то она рождается в следующей жизни опять, ну, она рождается мужчиной уже. Но при этом мужчина он не реализован как женщина. Понимаете? То есть, у него он мужчина, но у него женские желания. Понимаете? До этого у женщины были мужские недостатки, но и в какой-то степени были желания. Также у мужчины женские, у женщины мужские. Желания есть как бы. Но сильное развитие желаний не того пола приводит к любви к своему полу. Понимаете? То есть, до этого, допустим, женщина хотела работать побольше и доминировать в семье. А в следующем этапе она, рождаясь мужчиной, она уже не может смотреть на женщину. Понимаете? Ну, то есть, этот мужчина не может смотреть на женщину и смотреть на мужчину. Потому что в нем живет нереализованное желание женщины живут. Понимаете? он там не доработал. И у него уже это накопилось настолько, что он у него нет сил, психических сил. На женщину не хватает. Он не может терпеть ее эмоции. И поэтому ему легче вот мужчине, он совсем слабый нереализованный мужчина, ему легче жить с мужчиной. Понимаете? И эта культура, вот эта вот, типа, даешь однополые браки, мы имеем право, право, все прочее. Это все обозначает вот третий вот этот уровень деградации. Где люди уже, в принципе, просто не могут противоположный пол терпеть. Женщина не может мужчин терпеть. Она становится ранее чувствительной. И женщины делятся на две категории. Одни женщины очень чувствительные, и как бы они не могут вообще мужчин переваривать с их как бы этим напряженным характером. А другие женщины, они очень доминантную природу имеют такие, как бы, и они тоже не могут переваривать мужчин. И получается, что одна женщина ведет себя как женщина, а другая как мужчина. И у мужчин тоже один мужчина ведет себя как женщина, а другой как мужчина. Понимаете? Но уже с мужчинами, а не с женщинами. То есть получается, вот эта вот однополая как бы культура, причем эти люди настолько сильно погружены вот в эту идею однополой культуры, что они начинают менять историю. Например, они из Александра Македонского голубого сделали. Я, ну, почитал леппицы. Александр Македонский был очень эскетичный человек. Он спал на сырой земле. Вот. Он был очень верен своей жене. Вот. он никогда не грабил никого. Понимаете? То есть он был очень строг своим воинам, но при этом он их очень сильно любил. Они его сильно любили. И они когда... Он держал только храбрых воинов рядом с собой. Если он видит, что это не храбрый, ну, как бы, ему не давал сражаться своей армией. И было еще за честью было вообще рядом с ним сражаться. Всегда вот так ушел первым. И 40-тысячная армия, 40-тысячная армия победила 350-тысячную армию Дарья Перцев. Это исторический факт. Представьте 40-350. Чувствуете разницу? Это как маленькое гордство вокруг океана. Понимаете? И они просто вот так встали к ним и дошли до правителя. Через полармии прошли вот так до правителя и заставили его бежать. И за ним потом дальше пошли. А армия осталась деморализована вся полностью. Представляете, что вытворяли люди раньше? Какая сила была. И этого человека сделали голливудский фильм вот так. Показали его там таким голубым. Эти люди пытаются менять культуру, историю всю под себя подстраивать. Они пытаются сейчас прописывать обучение для детей такое, что мы теперь обращаемся друг к другу как не мужчина, не мальчик и девочка, а как они там? А? Как? Дружок, да, там вот такой родитель один, родитель два, это родители друг другу. Ну то есть запрещено полотно. И девочки могут носить мальчиков одежду, мальчики девочек одежду, ну как хотят в общем. И там это очень строго следится, что не дай бог, кто-то вообще посмеет возражать против этого. На родителей сразу подают суд и решают родительские правы. Если они против вот этой культуры, ну это не во всех странах, но есть уже такие вещи. Начинается это все с ювенильной юстиции. То есть сначала будет закон, что детей нельзя наказывать совсем, а потом начинают через эту юстицию продаживать вот эти законы, которые детям навязывают вот это вот половое воспитание, то есть они детям рассказывают про половые отношения. Веда говорится, что если ребенок в раннем возрасте узнает про половые отношения, когда у него психика не созрела, то он просто сгорает эту информацию. Вот это все, вот это вот с 12 лет сейчас очень выражен переходный возраст. Дети где-то до 18 лет просто с ума сходят. Я вам могу сказать только одна причина этому есть, это половая энергия. Когда бесконтрольное восприятие секса у детей через интернет, через все, они как бы связаны, видят эту информацию всю, она сейчас просто там три буквы набрать и сразу все выходит наружу просто со страшной силой. Дети когда это видят, у них крыша дымится, они не могут это выдержать, потому что такая сильная энергия идет на них, что у них психика просто взрывается, они начинают себе уши прокалывать, нос грибу делать на голове, то это все это просто попытка как-то выделиться и показать себя как-то сильнее, лучше других, потому что они же не могут это сделать с позиции развития личности, они просто дети, их слабый разум. Поэтому очень важно понять вообще как правильно жить в целом, вот что нужно смотреть, что нельзя смотреть, что хорошо, что плохо, мы должны в этом очень серьезно разбираться сейчас, потому что эти все вещи стали, все перемешалось, допустим, раньше, я помню, 40 лет назад у детей были игрушки, если хороший персонаж, то он красивый, добрый, богатырь добрый, хороший, а плохой, допустим, какой-то злой, некрасивый, понимаете, сейчас там хороший персонаж ужасный внешний вид имеют, как будто это вообще просто какие-то монстры, понимаете, и даже монстры, слово уже хорошее, то есть это хорошие монстры, эти плохие монстры, понимаете, дети, вот это ощущение добра и зла, у них все исковеркано уже в сознании, и поэтому сейчас родители должны очень сильно задуматься над тем, что показывают своему ребенку, это 100% надо начинать постепенно с того, что вводить семейную цензуру на фильмы, просмотры и все прочее, не только для детей, но также для взрослых, нужно только религиозные духовные фильмы смотреть, нужно нравственные всякие искать, но фильмы в том числе и такие есть на самом деле, где больше правственной культуры, чем по крайней мере других, надо это лицензирование делать, что мы смотрим в семье, что смотрит наш ребенок, и когда это лицензирование будет проходить, у ребенка возникнет чувство чистота и грязь, и он сам будет брезговать в грязи, понимаете, до меня так ребенок вырос, то есть моя дочка брезгивала все грязное, она не хотела ей не нравилось это все, потому что она чувствовала, она понимала, что чисто, где чистота и грязь, она общалась с теми детьми, которые чище в этой культуре, и не общалась с теми, которые грязнее, то есть родители должны прививать детям эту культуру через свою собственную жизнь, надо показывать детям правильный вкус к жизни, правильный вкус к вещам, хотя 90% фильмов сейчас, они находятся под влиянием духов, вот если вы, допустим, в фильме увидели, что там присутствуют какие-то трансформации людей, допустим, там, какими-то они злыми становятся неожиданно, там, и появляются какие-то там летучие мыши такие в виде людей, или привидения какие-то, еще что-то, это все означает, что этот фильм сделан под влиянием духов, понимаете, есть такая форма жизни, тонкая форма жизни, она реально существует, потому что люди не просто так с ума сходят, есть такие живые существа, когда человек с самым убийством жизнь пока заканчивает, он сразу не может родиться в следующей жизни, ему надо в тонком теле здесь оставаться, ему надо жить за счет жизни других людей, потому что он в одном тонком теле не может существовать, ему нужно пристанище какое-то, и он ищет слабых психических людей, и вот эти духи, звездные духи, которые вторгаются в жизни людей насильственно, и вот это вот, ну, духи, это как раз те живые существа, которые навязывают этим всем творческим людям, потому что творческие люди очень чувствительные, и в древней культуре люди была цензура, то есть кроме Бога там, или нравственных вещей, человек не имел права искусство делать, то есть рисовать можно было только иконы, ну, то есть или что-то очень возвышенное, красивое, вот эти всякие черные квадраты там, и всякую мразь, рисовать никому не разрешали, за это даже казнили, понимаете? сейчас творческие люди очень чувствительные люди, одни из них видят, чувствуют мир ангелов, а другие мир гемонов, мир духов, понимаете? Этот весь мир гемонов, он через кинематограф, через искусство, культуру, очень сильно влияет на сознание людей, большинство людей смотрят фильмы с этими вот духами, и у них это все потом в башке отражается, понимаете? Они потом удивляются, почему у меня психика такая тяжелая, почему мне так тяжело жить, депрессняк, там, страхи какие-то постоянно, потому что мы получаем такую связь, когда человек что-то с верой смотрит, внимательно или слушает, он меняет свою судьбу, знаете об этом? И он как контента настраивается на эту волну, и это колоссальное влияние имеет на судьбу и жизнь человека, поэтому в древней культуре очень была серьезная цензура на то, что человек слушает и смотрит. Нельзя было просто так было позорно смотреть то, что не культурно и не хорошо. Даже еще в советское время, если кто-то смотрел парню, его сажали в тюрьму за это. Понимаете, сейчас надо всех посадить, потому что весь интернет этим заварен просто. Почему я эту тему затеял, потому что есть три слоя жизни в целом, три слоя жизни. Первый слой жизни называется невежественное существование. И невежественное существование как раз характеризуется тем, что люди подвержены алкоголю, курению, влиянию духов, они подвержены очень сильно разврату и вот этой пошлой культуры, которая сейчас насаждается средством массовой информации, потому что это прибыльно, то есть отдают деньги. И когда люди находятся в этом невежественном слое, то есть они в принципе не понимают, что надо быть верным своему мужу, своей жене, что не надо сильно выпивать, это разрушает жизнь, что не надо курить особенно, это тоже разрушает жизнь, потому что курение тоже связь с духами, как и выпивка, потому что за исключением вина, которое освящено на алтаре, ну то есть вино это жидкость, которая очень сильно связывает человека с тонкой реальностью, и если вино не связано с Богом как-то, с духовной реальностью, с чистой реальностью, то оно обязательно будет связано с грязной реальностью, то есть если вино не освящено на алтаре, то в него входят веселящие духи. Но даже освященное вино, оно разбавлено водой, там есть специальные правила, там почти от вина ничего не остается, как кефир практически, такой же процент. Вот. Ну то есть, другими словами, человек, который выпивает активно, он под влиянием духов находится. И то же самое, когда человек подгружен в эти фильмы всяких ужасов там, или все эти там блокбастеры там и все прочее, это тоже точно так же. Вот. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что если есть влияние духов, если есть люди, не понимая, что такое чистота, нравственность и культура, у них просто в принципе нет шансов сохранить силу. Вот хоть они любят друг друга, хоть у них хорошие, правильные чувства друг другу, понимаете? Если вот эта энергия невежества влияет на жизнь человека, то плохой период начинается, чуть-чуть плохой период, и семья разлетается, как просто карточный домик от ветерка небольшого. Почему? Потому что устойчивость очень низкая. Потому что влияние духов и вот этих низших сил, оно имеет очень жесткую, ломающую болью природу. Вот допустим, если в этой среде семья живет, то мужчина, если влюбился, у него крышу срывает сразу и надолго, понимаете? Или женщина в кого-то влюбилась, то же самое. То есть самоконтроля практически нет в этой среде. Ну, в среде невежества человек не может в принципе быть волевым и сильным. Понимаете? Он бесконтрольная жизнь. Человек не способен себя контролировать совсем. Его разум спит. Он находится в очень слабой позиции. И допустим, вы скажете, ну вот я вот работаю над собой, слушаю лекцию, а мой муж, допустим, выпивает. И что мне делать? Теперь как мне жить? Следует знать, что это все тянется с прошлой жизни. Ну, то есть, если мой муж выпивает, будьте уверены, что вы в прошлой жизни мужском теле сами выпивали. Это просто 100%. Я много-много раз смотрел на людей и много-много раз это видел. И просто вы наказаны, понимаете, за то, что было до этого. Я родился в такой семье, что у меня почти все родственники выпивали. Понимаете? Но я неграмотно со своей жизнью спиртного не взял. Потому что я сказал себе, лучше я помру, чем буду этим заниматься. Понимаете? В молодом возрасте. И просто никогда не прикасался к этой грязи. И на мне все остановилось. Понимаете? Дальше мои дети уже все. До свидания, спиртное. Понимаете? Человек может остановить все на себе. Но для этого нужно время. Допустим, женщина, она говорит, у меня муж выпивает. Вы подождите чуть-чуть. Надо просто поработать над собой, помолиться, потерпеть чуть-чуть. И когда Бог простит вас, у него появится очень сильное желание не пить. Он будет мучиться сначала, как бы страдать от этого. Потом, в конце концов, бросит. Потому что ваша хорошая судьба выступает в виде его совести. Если у него совести нет, он пьет без издрения совести. Это значит, что вы наказаны просто. Но если наказания у вас уже нет, он начинает от этого страдать. У него совесть начинает, например, перестань пить. Все, уже наказание закончено у твоей жены. Вот. И вы тоже чувствуете облегчение, потому что он подает надежду. То есть он уже не хочет пить, в принципе, и сам. И вам становится легче от этого жить. Человек не может сразу тогда бросить пить, даже если он уже не хочет этого делать, потому что он находится в рабстве у духов. Они его держат по виновению, пока у человека не появится более высокий вкус к счастью. Дух, вот этот вот веселящий дух, он дает человеку счастье взамен на волю. Ну, то есть человек, который выпивает, он отдает свою волю духу, а счастье получает от него взамен. Такой обмен. Вот. И если человек плохо себя чувствует, у него плохое настроение, он сам не может в этом случае себя сделать счастливым. Он не может сделать так, чтобы поменять свое настроение. У него нет возможности. У него психика настроена только выпить в этом случае, и все. Это означает, что он верит в духов этого злого. И эта вера, она потом входит в культуру, и поэтому люди думают, ну, если, допустим, нет спиртного за столом, ну, что тогда за праздник? Вот без бутылки, что за праздник, они думают. Или, допустим, свадьба, что, вот у меня, допустим, была свадьба, и мы не пили. И родители говорят, да что это за свадьба вообще? Без бутылки-то, ну, что за свадьба? Потому что они верят в духов, понимаете, и как бы для того, чтобы свадьба была освящена, надо, чтобы духи присутствовали, потому что это их вера, это их культура. А если духов нет, тогда, ну, чувствуется, что что-то не то на этой свадьбе, что-то не хватает. Хотя посреди стола вместо бутылки должна стоять икона, понимаете, а не бутылка. То же самое, как бы, самое центральное место в центральной комнате, в зале там, что должно быть у человека? Вот самое центральное, куда все сводятся, все кресла как бы смотрят в эту сторону. Что там должно быть? Алтарь там должен быть. А что стоит? Одноглазый наставник стоит. Включаете, как бы, глаз, и он вам начинает рассказывать сказки. Я первое, что сделал, когда начал правильно жить, выкинул телевизор. У меня дома нет телевизора. И я новости не смотрю видео, только читаю. Потому что, когда человек смотрит, он сильнее реагирует в ситуацию. Я для себя провел определенный эксперимент. Когда в 2003 году вот эти рухнули там, два этих признеца, да, и предсказывали ядерную войну, весь мир стоял на ушах в это время, вы, может, уже забыли. Но я провел эксперимент определенный. Я эти новости только читал на бумаге. И у меня психика была абсолютно спокойная и устойчивая. Но когда прошло, все успокоилось. Я все эти записи сохранил. И когда все успокоилось, я взял и посмотрел записи вот этих вот новостей, как дикторы все это рассказывают. И я вошел в это состояние хаоса и паники жуткой. У меня психику свело все. Как бы я начал... Ядерная война там и так далее. То есть меня повело. Понимаете? В результате вот этого воздействия всеобщего. Все, если люди настраиваются на определенную волну, то это меняет судьбу. Я вот эту волну поймал, которая была тогда, в прошлом году. Ну, тогда я еще имеется в виду. Я просто понял, насколько это ужасная сила. Она просто... Ну, то есть меня сорвало крышу, хотя я постоянно себя держу в руках, там молитвы и все прочее. Представляете, какая сила, вот это вот влияние, особенно когда идет волна, какая-то информация какая-то сильная, и вы смотрите видеоновости, эти эмоции диктора там и все прочее. Просто крышу убьет, понимаете, от этого всего. Или в 12-м году, в 10-м году одна женщина у меня на лекцию такая поднимает руку, говорит, Олег Геннадьевич, в 12-м году будет точно конец света. Я говорю, ну, даже если будет, нет смысла об этом говорить. Она говорит, ну как, надо же подготовиться. Я говорю, а как вы подготовитесь, если будет конец света? Она говорит, ну, надо понять, где он будет, но если, я говорю, конец света так везде, значит. Она говорит, нет, Олег Геннадьевич, вы не правы. Я говорю, ну, давайте порассуждаем. Смотрите, вот я не готовлюсь и просто радостно живу до 12-го года, еще два года целых. А вы уже два года жить не будете. Вы будете в панике, в шоке, в депрессии, постоянно об этом думаете, вы даже спать не сможете. И так два года вы своей жизни вычеркиваете, а я еще два года живу. Она говорит, в общем-то, правильно. Я согласен, два года еще можно пожить. Ну, я так смеялся, у меня на самом деле был конец света в 12-м году. Вот в этот день, как раз, когда конец света, у меня в поселке в Ильском отключили на два часа света. А потом было начало света. так смеялся. Сказание сбылось. Вот смотрите, сейчас я вам расскажу. Когда приходит смерть к человеку, она приходит всегда сзади. И человек ее никогда не чувствует. Но когда приходит хаос, и просто, ну, приходит не смерть, а просто дезинформация, то она всегда приходит с береги и постоянно бьет по мозгам. Вот когда началась в 41-м году война, в этот день все были счастливы. И вообще никто ни о чем не подозревал. Это как гром с ясного неба грянул, понимаете? А когда все орут три года, что будет конец света, это точно значит ничего не будет. Это для нас сто процентов, я вам говорю, так и есть. Потому что, когда приходит беда, она очень подкрадывается незаметно в человеку, и человек вообще о ней даже не подозревает. Вот допустим, если близкий человек должен вас бросить, вы об этом не узнаете, будет такое все вроде хорошо, потом ба-бам-с, и все, его нет. Понимаете, как снег на голову среди лета. Вот так действует беда всегда. Она никогда не действует напрямую, как бы не показывает вам себя. Но если постоянно все орут там, что будет конец света, то можете быть уверены, что это просто пьем-да. Ну так, просто я вам немножко рассказываю такие вещи, которые, может быть, не по теме семейное отношение, но у нас сегодня тема победа над трудностями судьбы. И я вам хочу сказать, что в этой теме самое главное это что вы слушаете и что вы смотрите. Потому что если человек с верой что-то смотрит и слушает, то он меняет свою судьбу и поэтому надо себя окружить в жизни доброй информацией, добрыми новостями, чем-то хорошим. Но какая разница вам в Никарагуа там голодают или нет? Зачем вам об этом думать? Или там кто-то кого-то изнасиловал там в Перу. Вот гад. Ну вам что, своих проблем не хватает что ли? Надо еще думать об этом. Когда человек о чем-то думает, он отдает туда свое благочестие. У вас что, все нормально в жизни? Вы прямо все наладили у себя, что вам думать о том, кто голодает в Перу или Никарагуа? Какая разница? Понимаете, наладьте свою жизнь, направьте свои мысли, о чем человек думает, туда отдает силы. Направьте свои силы на то, чтобы просто наладить свою жизнь. Перестаньте смотреть вот эти фильмы, которые разрушают психику человека. Есть столько фильмов сейчас про то, как жили святые люди, просто море этих фильмов. Про удивительные, нравственные фильмы и так далее. Столько всего хорошего сейчас кинематографы параллельно делаются, потому что в целом этих фильмов выпускаются просто сотни тысяч в год. Понимаете, и хороших тоже очень много по сравнению. Целые сериалы есть, понимаете, допустим, есть один мусульманский сериал, Фарук Амар называется. Фарук Амар. Там 37, по 40 минут. О том, как пришел пророк Мухаммед, и вот как появились первые мусульмане, я посмотрел, просто супер, просто там верующие люди играют, так классно, я все разобрался полностью, что такое мусульманская культура, все у меня, прям все уложилось, вот, говорили. И точно так же куча таких же фильмов про Иисуса Христа, там надо выбрать те, которые вот верующим людям нравятся, а не те, которые современные, там, что-то они там додумывают. Ну, то есть, другими словами, ну, изучайте все это, телевизор может помочь человеку быть счастливым. И песни то же самое. Вот видите, вы у меня слышите много хороших песен, так вот? А если сейчас послушать везде, то много будет плохих, потому что я выбираю.